Дел 10 уголовных материалов. Это меры пресечения, заключение по стражу, продление меры пресечения, материалы уголовной инспекции, материалы из колонии, которые поступают к нам ИК-8. Ну их, наверное, штук 15-20. Это личная статистика начальника уголовной канцелярии городского суда Гульнас Сафиной. Самые частые статьи – магазинные кражи, хранение наркотиков без цели сбыта, пьяная езда. Они все, наверное, одинаковые, независимо редкие, нередкие. Бывают просто интересные дела, например, кражи какие-нибудь, да, такие дела. А так уж они все обычные. Но с чем не будут спорить даже самые искушенные эксперты, так это с тем, что одни из самых интересных и запутанных уголовных дел возбуждаются по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Здесь тоже есть своя интересная статистика. Не так давно в суде прошел процесс над подсудимым, которого обвиняли по 89 эпизодам. Гособвинитель зачитывал обвинительное заключение почти два часа. Да, указанный водитель неустановленный по творительным следствия направится на одну из пунктов приема волнечерного металла, расположенного на территории города Альмитска, Альмитского муниципального района, для выгрузки похищенных и ушепименных трупов. И это не самый долгий монолог в истории городского суда. В вашей практике это вот сколько максимум было? Ну, бывало, что мы читали его два дня. То есть два рабочих дня имеется? Два рабочих. Примерно 16 часов? Два судебных заседания. Анна Латышева – помощник суди. На ее глазах за два года работы разворачивались одни из самых интересных дел. Всего их было около 200. Одним из первых процессов, отложившихся в ее памяти, стало дело о наркотиках. Когда она еще работала секретарем, на скамье сидело 8 подсудимых. И в итоге одному из них дали 13 лет. Из всех уголовных дел в 2022 году по мошенничеству 40% составляют преступления, совершенные с использованием сети интернет. К примеру, рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека, который в сети интернет в разных городах размещал объявления о продаже автомобильных колес. В городском суде дела о мошенничестве гости нечастые. На сегодня их всего 25. Среди них есть дело, содержащее 66 томов. При среднем значении 1-2 тома в деле. Больше всего их там, где их возбуждают, то есть в полиции и в следственном комитете. За первое полугодие жертвами махинаторов стали 292 альметьевца. В прошлом году за тот же временной отрезок зафиксировали 186 случаев. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.